Всем привет! Итак, во втором туре я играл с Яриком Ремезовым Жеребьевка странная Такая жеребьевка, которую они делают хороша скажем, на турнирах в капелле когда там участников аж 600 человек и что бы там не играли, условно говоря люди с разницей в рейтинге в 500 пунктов и больше но в турнире, где ну, соточка мне кажется, что это полная ерунда я бы сказал, полнейшая ерунда то есть уже во втором туре я играю с приличным международным мастером 2430, Ярик на подъеме и, конечно, хотел меня обыграть отомстить за то, что я его обыграл на урфо но в дебюте, как мне кажется, он серьезно напутал значит ну, я вышел мой любимый каракан видят, что Ярослав здесь играет аж 4 и у меня была заготовлена такая идея значит, ферзь b6 g4 слон d7 да, то есть вот именно в этой линии меня обыграл и очень хорошо обыграл Максим Чигая вот ну и я с ним сыграл c5 и получил прилично похуже здесь я ушел ферзь c7 к этому ходу как ни странно Ярослав оказался не готов и он ответил на мой взгляд максимально плохим образом он сыграл f4 то есть белые забыли про развитие и после fb6 черных уже в полной порядке ярославль сыграет c5 хотя движок и здесь дает плюс равно белым мне кажется играет черных куда более легкая c4 вот здесь ну, конечно хочется пойти dc и движок тоже говорит, что надо играть dc и на конь c3 c5 с очень сложной борьбой и лучшими шансами у черных то есть вот но мне это было не совсем очевидно потому что на c5 конечно же у белых есть ход d5 и как-то сейчас конь на d5 выйдет слон на d2 и если вы не железный то вам не просто понять что эта традиция у белых уже очень тяжело то есть черные хотят просто пойти конь a6 на d8 и партия закончится я вместо dc сыграл b5 и был страшно доволен собой так b5 естественно cb cb c3 b4 ну и вот здесь движок говорит что надо ходить конь e2 но я был уверен что в этой позиции у черных полнейший порядок скажем h5 h конь h6 захватили пространство на ферзеном фланге ну блин стокфит это кажется полной ерундой он посмеивается говорит что было плюс равно стал плюс-минус столбик на мою счастье ярослав ушел к нему на край доски и после h5 h уже позиция вполне нормальная я оценивал что у меня здесь просто лучше стокфит над моими оценками ржет просто полный голос говорит у белок поприятнее у них все-таки полперки меньше то есть h4 на h5 это как бы не две конечно перки но полторы вот и играть к Ярику надо было король f2 или конь f3 а он сделал какой-то для меня странный код слон d3 ага движок говорит если 5 5 не угадал надо было просто выскочить ферзь a5 вот что говорит травосед и слон b5 да у меня была такая идея разменять белопольных потом разменять ферзей на поле a6 оккупировать поле f5 и получить очень приятный н но вместо этого я пошел поле f5 и закрутилась борьба значит слон бьет f5 е f слон конь f3 ну понятно надо было развиваться то есть как можно быстрее заканчивать развитие а конь все-таки хотел бы выйти на f3 или на e2 и потом на g3 конь мне показалось что это уже очень серьезный такой серьезная неточность так скажем подбирал слово лучше чем неточность не смог подобрать здесь движок говорит что самым простым решением зачерок было напасть на коня и тупенько отыграть перку арт-5 но такая красоте мне в голову просто не приходило так неожиданно отыграли на арт-5 и у нас белопольный слон монстров на доске очень приятная редакция французской защиты приятная именно для черных их белопольный слон неизбежно выйдет за персикную цепь и будет бушевать и главное что вдвойне приятно движок говорит что здесь неизбежен то есть белым нельзя уклоняться от размены ферзей я это не увидел сыграл конь c6 тут у Ярослава был неплохой ход конь g5 намекая на e6 прицеливая сперте f7 я бы все равно наверное пошел конь e5 и конь c4 вот но последовало слон e3 на конь e5 все равно стоило наверное пойти белым конь g5 потом спокойно отойти слон f2 ну и там какие-то очень серьезные осложнения конь c5 конь c4 так я прошу прощения у меня жена позвонила я не буду отвлекаться в общем конь c5 стоило вот ладиация 1 поделиться очень быстро стало проигран у белых стоило конечно пойти b3 это у меня была первая линия железо говорит что король f2 еще сильнее на ладья c8 конь g5 и и поход слон b5 почему-то а нет нет здесь у меня конь бьет e3 находится и ns у белых очень плохой потому что конь на 4 теряется то есть черные еще успевают провести f6 ага значит надо ходить ферст b3 вместо конь g5 ну ладно со слоном на c6 то есть у черных очень мощный белопольный слон он обязательно выйдет из заточения диагонали хватая у белых слабые перски h5 h4 то есть понятно что это с приличным перевесом у черных уже позиция то есть движок сначала считает что ничего страшного для белых не происходит но после размышлений понимает что происходит персик f3 последовало этот ход просто проигрывает слон gta4 я нашел и здесь поднял сильнейший ход слон c6 это Роман Юрьевич молодец рискнул пойти на такую позицию d5 и теперь слон b7 плюс 2 пока что в пользу черных и оценочка растет после неаккуратной рокировки я сыграл слон c5 это четвертая линия компа запланированная изначально ферзь a5 выигрывала сразу блин что я так не попробую ферзь a5 на ладья посмотрим ферзь a5 ферзь связана и на ладья d1 ладья d8 да мне не понравилось что мне будут скидывать качество но с другой стороны там же еще ладьи меняются персик 1 слон c4 ладья d8 ферзь d8 ферзь c4 и черные закончили развитие хотят тогда не рокировка я хочу ладья a6 ну на кольце 5 кстати рокировка да совершенно выиграна я сыграл слон c5 и мне казалось что это очень четкое решение нет ну как бы ходит четвертая линия плюс 20 слить пользу четвертой ладья d1 ладья d8 e6 и здесь я не смог подсчитать на два хода это какой-то мараз то есть я видел ход fe так вот он просто выигрывает на кольце 5 слон бьет d5 и и все заканчивается на первых на 3 слон бьет d5 ферзь c7 всегда готов перекрыться на f7 это плюс 3 с половиной я сделал другой ход то есть даже короткая рокировка выигрывает тоже очень хотелось ее сделать но как-то было страшно да я пошел f6 подрезав коня a3 и считал что у меня тут все прекрасно слон c5 ферзь c5 король h2 и вот в этой позиции очень легко на мой взгляд выигрывает слон бьет d5 слон бьет d5 ферзь g3 рокировка я это видел h6 просто ферзь e7 у черных настолько мощный слон на d5 они могут позволить себе очень много на ладья d1 слон бьет e6 и там ладья d2 шаг грозит конь h3 в игру вообще не входит черных по сути лишний слон у белых куча слабых пешек еще на ферзь омф ладьё проблемки именно у белых вот но я взял ладьё на d5 не видят что в этой позиции есть гениальный ход ферз g2 10 восклицательных знаков и хотя от жилец смеется говорит что роман юрьевич напугал каких-то призраков что был фантастической силой ход ферзь ферзь д6 с двумя вопрос восклицательными знаками так теперь ж2 я ферзь д6 просто не поднял берет ферзь g6 так она ферзь g7 у нас просто ладья это два шаг и и все то есть там просто некуда уйти королю конь f2 ферзь бьет f4 и белые теряют вообще до фигища то есть им приходится давать шаг бить на g7 при этом нельзя а вот здесь уже можно с королем на d8 потому что просто ладья d2 конь f2 у черных свято на ладья какая-то совершенно гениальная игра ферзь g3 король g3 ладья d1 ладья d1 очевидно что черные должны эту позицию выиграть но не всем очевидно стокфист говорит что это меньше единички плюсик черных то есть вот эти перки c4 b4 оказывается менее опасны чем перка e6 правда вход от тезь фиг поднимется взять и отдать ни за что там слон c6 ну в общем на победу играют черные я ход d6 поднять не смог я долго думал здесь и пошел король и пусть а дальше 0 e7 то есть я решил отдать ему слона уже понимаю что выиграть не рискую вот мастер молодежь д5 это не то есть а вот здесь я мог сначала взять на ас-5 ах ты свой снег роман юрищ еще висит на ас-4 то есть ладьяж на d5 связано какой кошмар какой я взял слон бьет d5 и после фига бьет d5 ход ход c3 уже выглядит обязательно а да шаг шаг я дал чтобы коля не заищен был и здесь чуть было не пошел сделал сильнейший ход c3 чуть было не пошел ферзь e3 но вовремя увидел что белые просто бьют и вот неожиданно у черных заканчиваются шаги то есть король убегает на ферзь фланг и белые ферзь и ладья легко мотают это я сумел оценить нашел на секундах уже ход c3 и так а почему на ферзь c5 я не могу закрыться ферзь e7 сейчас давайте разберемся ферзь берет f5 ферзь e8 ну да ферзь c5 так конец c5 ладья бьет h5 конец 7 и вот говорит движок что вот эту позицию черные еще могут защищать но видимо недолго все-таки у белых нижняя ладья да ферзь c5 наверное вы а на ферзь c5 есть король g8 если ферзь бьет b4 то после ферзь c3 шаг вечный шаг то есть надо играть ладья g1 а здесь ну какой-то в общем очень интересная могла получиться партия ладья бьет f5 проигрывает но ферзь бьет f5 вроде позволяет держаться ферзь бьет f5 с целью видимо где-то закрыться на f7 то есть белым здесь единственный ход короля 2 надо поднять совершенно нереально конечно черных есть и опять и ферзь f7 вот ну в общем Ярослав толшат на a8 тут проще всего говорит движок было король f7 с ничьей после ферзь бьет a7 ферзь e7 это ничьей nf вот я так не пошел мне было не очевидно что вот в этой позиции пора соглашаться на ничью а движок в трех линиях ставит в двух первых линиях ставят нули полные а в следующем двух уже оценка в пользу щел какая-то фантастика вот я видел ход король x7 конечно но пошел ферзь e8 ферзь бьет a7 ладья f5 ладья g1 и дал здесь шаг на e4 четвертая линия снова точнее было немедленное g5 но даже кстати ход g6 ведет к ничьей g6 перка защищена на перце c5 король f7 у белых висит на а4 и черные при случае переходят в атаку а я дал шаг здесь движок говорит что надо ферзей менять а я пошел g5 и вот это видимо проигрывает над какими-то точными шагами белые должны в партии было ферзь b8 и здесь немедленный размер ферзей как мне кажется вел поражение после ферзь e2 белый вынужден закрываться ладья d2 мы разменяли ферзей и я считал что это ничья движок говорит что ладья e2 здесь дает шанс давайте посмотрим ладья 4 ладья e5 что ладья d4 что ладья c4 что ладья d4 три одинаковых хода давайте посмотрим ладья d4 на a2 ладья e5 перед королем на g8 надо ходить ну да возникал забавный афель давайте на g7 все таки ладья h2 ладья c4 грозит c2 ладья c2 ладья g4 пожалуй можно и не спастись коль g1 ладья g5 и говорит что ладья g2 у черных проиграла так как легко держит пешки поэтому брать на g5 не надо но белые сделали более естественный код да ладья e2 выигрывала видимо немедленно да очень слабая партия с обеих сторон чувствую оба друг друга переоценивали и здесь тоже по моему был ход ладья e2 видимо вынуждает черных пойти ладья a8 и после коня f2 белый конь приходит атаковать песни е5 и пешку b4 и скорее всего у белых все еще выиграно но после коня f2 я все таки нашел ладья d8 и видимо это нищая да движок уже смирился нули во всех линиях даже если бы белые сыграли немедленно на а3 ба ладья c3 ладья a8 это легкая ничья к сожалению черные не могут пойти королем на a5 и замата на a6 но пока король g7 ладья c7 король g6 ладья c6 король g7 белые могут поставить вечный шаг а могут попытаться играть на выигрыш вот такую позицию ну и мне кажется что в этом случае появляют и у черных некоторые возможности потому что пешки а и g однозначно упадут вот а у черных как бы еще пешки f5 e5 где-то в каких-то вариантах двигаться вот ну поэтому я ватслав сыграл король f3 в этой позиции и после ладья d4 висит пешка а4 а3 предложил ничью черные могут взять на а4 могут взять на а3 могут сыграть ладья f4 шах могут сыграть король а5 все это ведет к ничьей поэтому я согласился такая очень интересная очень не безошибочная партия то есть как бы я старался меня как можно больше запутать с дебюта я с удовольствием запутывался ну ладно завтра у меня Мирослав Лосенко тоже неплохой шахматист из Петербурга всем спасибо до шахматист до 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 Продолжение следует...